Привет, зритель! Так как я тут практически решилась японского чая охочиться, а пусть-то Япония решила закрыться совсем от росы, да и вообще товарищ сказал, ты шо думаешь, я ради тебя шо-то буду делать? А у меня случился день рождения, про который он, кстати, забыл. У вас вот есть друзья лучшие, которые забывают про ваш день рождения, а потом на следующий день выносят вам мозги? А то самое виноваты. Короче, я решила заказать себе на озон чая. Так как у меня есть плейлист чая, а чая также травы и цветы, то я решила этот заказ разделить, потому что там был на итог от чая, плюс еще я кое-что заказывала до дня рождения, после дня рождения, ну, короче, там по мелочи, тоже такая всякая жратва и бетауха, по большей части жратва, то я решила этот заказ там и с озона, и с вайберис разделить. Вот то, что сейчас будет, это исключительно с озоном. Плюс у меня есть запасы чая, про которые мне еще года два назад подписчица одна просила записать, ну, типа, чтобы знать, что у меня есть в ассортименте, и чего нет, чтобы, если что, мне подарить. Потом она так и не дождалась этого обзора, и подарила мне пуэр, который я уже допила. И тут я разбиралась в полочке и поняла, да, надо показать тебе, да, да, вот оно есть, оно существует. Я не только говорю, я действительно это обозрю. Разбиралась в чайной полочке и поняла, что надо бы разобраться как бы в растениях, которые у меня там насушены, что еще можно уже заварить, что можно только на волосы пустить, на окачивание, что-то можно в косметику зафигачить. И то, что вот именно чай, который чай, который вот, ну не то, что я там собрала травки, купила дешевый какой-нибудь зеленый или черный чай, смикшировала, и вот мне вкусняшка, которую можно заварить, а именно то, что я покупала, либо мне дарили уже готовое такое. Я думаю, как-нибудь записать вот или в двух частях, допустим, первая часть ролика такой, типа вот то, что у меня осталось, или же, ну там вторая часть, другой ролик, или записать вот как бы первая часть видео, Ну там в половине видео я втираю Как вот у меня вот это вот осталось Остатки было роскоши Потом перехожу, а вот то, что у меня пополнилось Благодаря моим любимым сестричкам На день рождения, подарившим мне Корзину-дюшку с чаем и сладостями И то, что я потом сама купила И вот это, наверное, тоже будет ролик Пополнение, наверное, в моей чайной коллекции Потому что у меня есть еще плейлист Моя чайная коллекция Которую я в основном снимала на механке Так вот, мне тут это Кольцевая лампа в глаза фигачит С моим светом Какие-то чаи я уже попробовала И посмотрела, какие-то еще нет Один мне должен прийти Ну, в общем, матчу я заказывала Когда я пью матчу Зеленую, нормального цвета Зеленого, японского нормального зеленого цвета Когда я пью матчу утром У меня такая бедрость идет Мне желудок сам себя хорошо начинает чувствовать Ну, вот это Мне еще так сказать, что здесь чай-то У тебя есть чай, тебе подарили чай Че тебе надо вообще? Хамло какое, да? Короче, вот Фука, муси, сенча Вообще сенча, ну ладно, хрен с ним Чай из Японии Органи-карт Японский зеленый чай 50 грамм Ну, там на озоне были какие-то скидки У меня были какие-то баллы У меня был какой-то премиум-аккаунт До завтрашнего числа За 1 рубль, потому что до этого Мне премиум-аккаунт каким-то образом Подарился на целый месяц Ну, как-то вот Ну, как бы особый плюс от этого премиум-аккаунта нет Поэтому я его отключила Но у меня же оба души 199 рублей Тратить на то, чтобы Была возможность какие-то На плюс 2 больше балла Получить до покупочку У меня там были какие-то баллы Я увидела какие-то отзывы Видео-отзывы По видео-отзывам было понятно Казалось, что это действительно То вот одна сентя мне еще не пришла В смысле матья еще не пришла А другая пришла И она, конечно, поселенее Чем те китайские под видом Японской матьи Придававшиеся год назад Когда я купила на Вайсберсе Делала тебе такой вот это В каждой пиалочке Порошочек такой зеленого чая Вот с молоком их хорошо пить А без молока они как Хрень какая-то полная А тут вот, ну, как бы В общем, вот этот Фукамуси Сентя Страна происхождения Японии И изготовлена в Японии Импортер Сидон Ну и почему он, кстати, был по скидке Потому что Один был 120, другой 150 За 50 грамм Оба С 7 декабря 2020 года он сделан И до 7 декабря 2023 года он живет А сейчас у нас аж Какое, блин? 17 февраля 2022 года 50 грамм Тут очень неудобная вот эта вот защелка Есть вот вьетнамский с такой же защелкой Там отсобачиваешь, оно действительно закрыто А тут вот отсобачиваешь Вот я отсобачила Открываешь эту хрень Хотя вот в этой вариации Оно действительно закрыто Если вот эту штучку так открываешь А в матче, которую я вот этой фирме уже открыла вчера И с молочком забодяжила Потому что без молочка она не так Не кошерная Не так И цвет у нее не тот Оно вот закрывается здесь И все равно открыто Хреновенькие какие-то пакеты Сейчас я это Сейчас мы с тобой увидим, что это Кошка, не надо меня царапать Ты хочешь эту штучку? Кошка хочет эту штучку Бери, солнце мое И вали куда-нибудь Вот она Так-то вроде Ну, смахивает такую На матю Даже пахнет как В смысле на Сентю Смахивает даже пахнет как Сентя Потом посмотрим, как она в заварке Если интересно, я скину фоточку В свой закрытый от комментариев Теперь тележный блог Потому что там, ну как бы Да, наивная Лёля думала Раз Лёлю читают Потому что она нравится В этом блоге В телеге То, наверное, на день рождения Лёлю как бы поздравят Подписчики, читающие блог На нихрена Один Горбушкин За что ему спасибо Ну, он как бы Монтерчатик А вообще не знает Читает ли он этот блог Я подумала Раз вы имеете возможность Писать комменты И мой волшебный день Главный для меня в жизни Самый главный день В человеческой жизни У каждого человека Нет, главный человеческий день Не свадьба, не Новый год Не 8 марта Не 23 февраля А не ещё какую-то там дата А именно день рождения То как бы это Мне ещё кто-то говорит Вот, я ведь не всегда Тебя с Новым годом Поздравляю Я говорю, дорогой мой Ты меня с Новым годом Вообще за всю жизнь не поздравлял За все 6 лет А тут второй раз забыл Про день рождения Вообще Ну не задница Короче говоря Ну как бы Я и не ждала Особо-то как-то Потому что Ну Ну как бы и пофиг И значит Вот Мой волшебный день При наличии умения Вписать в каменты При наличии возможности Писать в каменты Ни одна живая душа Этим не воспользовалась На 14 февраля Я так подумала Ну раз так Ну пошли вы все нафиг Я это Закрою блок От комментариев Отсоединила чат От этой телеги Чат сам по себе Как-то там Полтора землекопа 15 человек Там куда-то вообще Какой-то негр Ко мне прискакал Вот как он этот чат нашёл А чё он там собирается читать С своим американским языком Когда я пишу по-русски Да ещё иногда Таким русским языком Что не все русские Его понимают И В общем я скину фоточку Или в блог Я поняла Что мне не хватает Возможности Вести текстовый блок Как это было На Тифоретнике Я конечно могу Вести его на Тифоретнике Но нет приложения У Тифоретника Для Ведруида Может и есть Я давно не была На Тифоретнике Даже не заходила На свой день рождения И после чё-то руки не дошли Хотя сейчас Благодаря тому Что интернет у меня Раздаётся Через Вай-фай Со старенького Самсунга Моей Сестрички До лета Вполне Своконно Можно Включать Компьютер И не гемориться Что вдруг Кто-то позвонит Мне на Билайн А у меня Интернет Накроется Потому что Как бы он Раздаётся С телефона Ну короче В общем я поняла Что мне не хватает Этого Когда я начала Вести канал Видеоканал Вот этот Видеоблог Я ещё писала В тефоретник Но в тефоретнике Куча мало Всяких Сейчас Каких-то Не знаю Людей Которых я уже Не знаю Половина там Перемёрла Или куда-то делась И в телеге Уютно Можно писать Свои мысли Плюс мне было сказано Вот Надо делать Всё для себя Ради себя В принципе Я этим И занимаюсь Ну и в общем Я скину Фоточку Когда заварю Этот чачик Или в телегу На которую Ты всё ещё Можешь подписаться И читать Мои вопли По поводу Или восторгить Прочее такое Или В инстаграм А может Туда и туда А может Даже на страницу Канала О канале Вот где Тут есть Раздел Ютубный Типа Сообщество Короче Вот Фу Фукамуси Сентя Полторы Две ложки Чайных На 320 Миллилитров Воды Время заваривания 60 секунд Кошка Ты тут всё Шарахаешься Чуть было Не сказала Одно Интересное слово В этом пакетике Почему Потому что Вот тут такая Зажимка Как и в предыдущем Но Она не до конца Она какая-то Фейховая Можно сказать Зажимка Пакетик Ещё и прорвался К тому же И я Переложила В пакетик В случае Что вдруг Оно рассыпется Потому что Когда я Отсобачила Такую же Вот фигню Оттуда Посыпался Порошочек Я поняла Что там Вот эта Зажимка Она вот здесь Вот пусто А она Как-то Между Плёночкой И вот этой Упаковочкой Зачем Такие Обракованные Пакеты Делать Зачем Вообще Такие Пакеты Делать Короче По видео Она Видео До окна А зоне Она Казалась Такой Вот Ну прям Зелёной Зелёной Она Конечно Зелёная Но Ближе К жёлтому И сейчас Наверное Как-то Может Свет Надо У лампы Поменять Ну Короче Я Скидывала В телегу Фоточки Вот этого Чая Ну И чё Почему он По скидке Он У нас От 11 Ноября 20 Года Срок Жизни У него Где ж Я видела Два Года Ноябрь 20 21 До Ноября 22 Года То бишь Этого Года Ему Вот Ну Его Можно Как бы Доюзать Я так Поняла Что Ну Как бы То Что Мне Присылал Никачи Оно Жило Или Полгода Вот Матья Вся Жила Полгода Даже Такая Это Ипадовская Супер Крутая Там Она Недолго Жила Там Вообще Чуть Лени Пару Месяцев Жила Зеленая Зеленая Была Прямо Замородная Сентия Ябукита Ходзи И прочее Оно Жило Где там Год Где-то Чуть Больше Но Оно Как-то Это Тоже Было Наверное То что Живет Поменьше Оно Более Зеленое А то что Живет Подольше Оно Менее Зеленое Сто Процентный Зеленый Чай Маруяма Вот Маруяма У меня Был чай От Маруяма Он Вообще Был Другой Почему Это Маруяма Не Может Делать Что-то Еще Маруяма Короче Поставщик Сырья Маруяма Япония Производитель А Вот В чем Разница Маруяма Прикинула В Россию Хороший Зеленый Молотый Чай Россия Взяла Его Где-то Там Долго Хранила А Потом Рассыпала Потому Что Я заметила Тот чай Который У меня Пришел Последний От Никачи Долго Долго Плыл От Японии До России У него Уже К тому Время Слегка Начинал Просращиваться Срок Когда Я его Допила Где-то Осенью Прошлого Года Он Уже Там Почти На Больше Чем Полгода Был Просроченный Он Постепенно Светлеет И Вот Эта Крутая Матя Из Японии Пришла В Россию Нормальная А потом Посветлела Таки Вот Производитель Сенсей Город Москва Распакована И упакована В Меган 2000 Московская область При том Что это Все Та же Как бы Органик Арт Я думала Что раз Органик Арт Значит Ну как Они взяли Приехали В Японию Сказали Чуваки Мы с вами Хотим Сотрудничать Можно Мы у вас Будем Покупать Вот этот Чай Вы его будете Собирать Измельчать Упаковывать Нам Посылать А мы Будем Продавать И вам За это Деньги Но Нифига Не все Так Просто Эги В общем Тут 2 грамма Одну чайную ложку Мати Мати Засыпать 80 миллилитров И все Не то совсем Но Вот как Такое Может быть Расстроился Люлик Жуть Как расстроился Люлик Любит Зеленый Чай Матя Люлик Любит Зеленый Короче Люлик Любит Японский Зеленый Чай Но вот Никто Люлику Его больше Не дарит Из Японии Печаль Вселенская Так и Вот Следующий Чай Не поверишь Зритель Сделан Вьетнаме По образу И подобию Японии По цвету Риса Чуть Чуть Бледнее Чем тот Который Никачи Мне присылал И чем тот Который Мне Как-то Из Японии Привезла Одна моя Знакомая В виде Сувенира И чем тот Который Как-то Мы покупали С подругой Машей В Костроме Когда там Были И чем тот Который Как бы Китайская От русской Чайной Компании С дутым Этим Рисом Ну изначально Чай В принципе Все равно Пришел Японию Из Китая Просто Сейчас Он как бы Немножко Отличается Так вот Тут Вот Только Отличается По цвету Самого Риса А по цвету Заварки Вкуса Запаха Вот это Реально Тот самый Чай С хлебушком Гемонтюма Называли С подружкой Чай с хлебушком Потому что Ее придумали То ли Я думаю Все таки Древние Бедные Китайцы Потом Это пришло К древним Бедным Японцам Которые Хотели Жрать Но у них Был только Рыс Ршай Они его Рыс Обжаривали Чай С чаем Ршали Заваривали И хомячили Потому что Писалось Где-то Что можно Эту заварочку Захомячить И будет вам Счастье Прямо Практически Суп Тут у нас 200 грамм Стоило оно 370 рублей Сделано 20 мая 2021 года Живет оно 24 месяца Это более-менее Самый Свежий чай Можно сказать В этом всем Ассортименте Я не знаю Какого года Будет тот чай Который мне Еще не дошел Состав Зеленый чай Сенча Коричневый рис Чай Матя Там реально Вот он есть Я вчера у тети Была Я что-то так Еду домой Она мне что-то Пишет Я говорю Я так хочу Зывать Что решила Не заходить В магазин За картошкой Картошки Тоже нету Только вот Пюрешечка Сушеная осталась Чтобы сварить Рыбный супчик Но я поняла Что если я зайду В магазин То я куплю Не только картошечки Еще кучу Всякой фигни Потому что Я хотела Зрять Она говорит Захар ты ко мне Я тебя накормлю Барсы Я рисовала Что ей тоже нравится Этот чай Надо бы Благодарность Заварить Вот этот чай Так вот Когда я его засыпала В заварочник Там Соприкосновение С водой Произошло Вот у этой моти Реально Того-то Как мотя Сынтя И рисик И тут Вот это Действительно Закрыто На эту штучку Тут даже Есть Вот Такая фигня Вот Такая же Подобная Фигня Но это Фигня Чтобы там Ну как бы Не умыкнул Высыхал Сушеная атмосфера Оставлялась Была В моте Которую мне Товарищ С Японии Прислал Оно Наверное Там может Не особо Так видно Будет Но Ты можешь Дать мне В камень И я могу Как-нибудь Дегустацию Чая Тебе провести Я помню Что есть Чай Который Просил Зритель С ником Смотрю Вас Чай С золотой Плесенью Ну типа Пуэра И он у меня Все еще лежит И я его Специально Не допиваю Чтобы однажды Сесть Словить Вдохновение Поставить Камеру Заварить Его на камеру Продегустировать Смонтировать Выложить На канал И будет вам Счастье Вот с этим Тоже могу Сделать То же самое 200 грамм Хороший Чай Хоть и Вьетнамский Аннам И тут У нас Анлейте На русском И видимо Да На японском Рассчитан Он или туда Или туда Или сюда Поставляться Вот такая Вот штука Так И последнее Что тут у нас Зеленый Цей Японский Зеленый Чай Фукамуши Сэнтя Такой же Как тот По названию Ну Фукамуси Вообще Как бы Ну-ка Тут так было Нет Где ты тут Маму Твою Чай Да Тут была Фукамуши Сэнтя Почему не так Да не Сэнтя А тут у нас Фукамуши Сэнтя Тут Фукамуши Сэнтя А тут Фукамуши Сэнтя Ну Ловите разницу Смесь Такая Поливановой Романзи 50 грамм Сделано В Японии 15.06.20 Срок годности 3 года То бишь До 15.06.2023 Состав Зеленый Чай Сэнтя Вот По ощущениям Он именно Такой Тот Самый По отзывам Видео По моему Он тоже Такой Тот Самый У меня С собой Нет Ножниц Я понимаю Что надо Было Это Разрезать И показать Но это У нас Просто Обзор А не Дегустация Так что Зритель Если Хочешь Увидеть Как Оно Выглядит Дай Знать В камен Ты Я И покажу Тебе Какая Пиалочка К какому Пакету Относится В общем Вот такой У меня Обзор Чая И все И сейчас У меня Будет Другой Обзор Так что Если Что Да переключайся Спасибо Если Я селил До конца Мои Вопли По поводу Обзор Чая И пока Эй Зритель Поставь Лайк Пожалуйста